Добрый вечер, уважаемые друзья! Позвольте мне, как заместителю председателя оргкомитета конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, начать итоговую пресс-конференцию по результатам проведенного в Красноярске, впервые в Красноярске, впервые за пределами Республики Коми, 12-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Конкурс имеет достаточно большой опыт, стаж. В этом году конкурсу 20 лет. Он впервые вышел за пределы своего региона Республики Коми и проводится в Красноярске. С 1 по 6 ноября он проходил. Сегодня у нас заключительный галоконцерт лауреатских дипломантов. Сразу скажу о том, что с 6 по 11 декабря этот конкурс будет проходить в Петрозаводске, совершенно в другой части нашей страны, в ближней Республике Коми. Но это мы не пересекаемся с Республикой Коми, потому что в Республике Коми конкурс проходит раз в два года по нечетным, по четным, вернее, годам, так скажем. То есть он проходил в 12-м, следующий в Сыктывкаре будет проходить в 14-м году. В этом году, в честь своего 20-летия, еще раз повторюсь, в Красноярске и в Петрозаводске. Конкурс, который имеет такой большой опыт и продолжительность своего существования, регулярную, что отмечается и музыкальным сообществом, и Министерством культуры Российской Федерации. И это подчеркивает его уверенность и стабильность Ассоциацией музыкальных конкурсов России. Конкурс всегда проходит на достаточно серьезном, высоком, ответственном и тяжелом таком режиме. Это, наверное, может быть больше скажут члены жюри, представительного жюри, который присутствует здесь, за этим столом. И позвольте мне, прежде чем я еще раз представлю все-таки члену жюри, хочу передать приветствие от председателя оргкомитета, от министра культуры Республики Коми, Артура Альбертовича Рудольфа, который здесь, в Красноярске, к сожалению, не присутствует, в Петрозаводске планирует быть. Это все-таки более ближний регион, и наши добрососедские культурные связи с Карелией подчеркивают наши взаимоотношения. Поэтому приветствие всем участникам, организаторам с огромной признательностью и благодарностью, что этот конкурс состоялся в Красноярске, и что он сегодня подводит свои серьезные итоги. Председатель жюри конкурса, заслуженная артистка России, Народно-артистка Республики Коми, Ольга Сосновская, солистка Государственного театра оперы и балета Республики Коми. Смелкова Татьяна Дмитриевна, наш постоянный член жюри конкурса, уже на протяжении многих лет профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая кафедрой сольного пения Института музыки, театра и херографии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Санкт-Петербург. Барко Игорь Николаевич, Украина, город Киев, тенор, народный артист Украины, лауреат всевозможных международных конкурсов вокалистов, это можно было перечислять достаточно долго, у него очень серьезный послужной список и участников в различных фестивалях и конкурсах, и как солиста знаменитого театра у города Украины, солист национальной оперы Украины. И с огромной благодарностью я хочу представить члена жюри, это представителя как раз Красноярска, представителя Академии музыки и театров, на базе которого с огромным удовольствием мы проводили и открытие конкурса, и сегодня закрытие конкурса будем проводить, это заслуженная артистка России, почетный работник культуры Кузбасса, уряд международных конкурсов, солистка Красноярского государственного театра оперы и балета, доцент кафедры сольного пения и оперной подготовки Красноярской государственной академии музыки и театра Вера Павловна Баранова. После такого вступления, достаточно большого все-таки, я бы хотел передать наконец-то слово председатель жюри в первую очередь Ольге Александровне Сосновской. Добрый день, я очень рада нашей встрече сегодня. И я хотела бы сказать огромную благодарность городу Красноярску за то, что он приютил на эту неделю наш конкурс. И отдельное спасибо Вере Павловне, которая согласилась провести с нами все это время и очень сильно помогла. Потому что у нее есть уже огромная подработка педагогическая, да, здесь и в академии. И думаю, что во многом благодаря вам мы здесь находимся сегодня, в ее главе открытия и закрытия. И мне очень отрадно отметить, что этот конкурс привлек очень много участников с разных сторон и Красноярского края, и за его пределами. То есть здесь и Кемерово, и Новокузнецк, и Новосибирск, и так далее. Можно перечислять очень много, по-моему, да, сколько там регионов. И Азербайджан приехал. 97 заявок поступило. Я считаю, что для... Если учесть, что мы проводим здесь впервые такое мероприятие, это достаточно серьезное отсутствие. Немножко специализированная направленность, академическое пение. Классическое пение, да, академическое. А вот приятно, мне приятно отметить очень высокий уровень конкурсантов. Владимир Иванов сказал, что была очень тяжелая работа. Но, вы знаете, наверное, для нас, я думаю, что она тяжелая была особенно в том, что нам приходилось выделять и как будто отсеивать. Отсеивать было очень сложно, потому что все дети, все участники были очень замечательные. Просто нам нужно было из хороших и лучших выбрать самых лучших. И очень приятно, что на этом конкурсе у нас есть обладатель Гран-при, который приехал из города Иркутска. И хотела поблагодарить всех членов жюри за прекрасную работу. Мне было с вами очень комфортно, очень хорошо. И очень приятно отметить, что у нас, ну, как это, понятно для вас, я не знаю, что у нас одинаковые ушки, что мы одинаково слышим. У нас не было никаких разночтений, когда мы сидели, обсуждали. И нам очень повезло с погодой. Не было мороза никакого, было очень тепло, было солнце. И, вы знаете, действительно, Красноярский край и Красноярску принял нас очень радушно. И мне очень приятно, потому что мы тоже живем на севере, в республике Коми. И знаем, что это такое, именно это гостеприимство, вот это северное тепло, которое, душевное тепло, которым в особой степени обладают люди, живущие именно в северных регионах. Поэтому я надеюсь, что мы будем дружить регионами, что мы будем проводить еще не один конкурс на вашей земле. И, может быть, вы будете сами проводить такой конкурс, приглашать нас в жюри. Это тоже очень будет приятно, потому что мы абсолютно в этом плане не жадные. И если мы, так сказать, дали какой-то колчок к тому, что это вас заинтересует на вашей земле, вот Вера Борисовна, ой, вот, Вера Плавовна, sorry, у меня просто подруга Вера Борисовна. Вера Плавовна и будет председателем жюри, а мы, я надеюсь, он артист забудет, и нас позовут сюда. Поэтому, дай Бог, чтобы этому конкурсу, не этому конкурсу, а вообще, чтобы в конкурсах детских участвовало как фонда больше детей, потому что это действительно, это замечательно, когда дети поют. Потому что вы знаете, что поющий человек, это тот, кого поцеловал Бог. Это не дано не каждому. Может быть, кто-то, очень многие, многие могут выучиться, пойти на врачей, на юристов и так далее. Но голос, это самый совершенный инструмент, который, я думаю, это дано не каждому. И ваш край, действительно, очень богат. Если все вопросы, скажите, а вот какие регионы вы могли бы отлили? Красноярск, Перпутск, Новосибирск. Которые были выше по уровню или... Вы считаете, что вот, да, этот город, скажем, там лучше подготовились, лучше выступили. Какой город, на ваш взгляд, обожнаться в вашей памяти остался? Мы отметили город Новосибирск, город Новокузнецк и Кемерово. Вот эти города. Они были как-то... Там, видимо, педагоги очень хорошие, которые занимаются с... Тем более, знаете, вот буквально минут 20 назад я разговаривала со своей подругой, которая занимается конкретно детскими классами. И она на сайте, на нашем сайте, в Ютубе посмотрела уже лауреатов, которые победили у нас, потому что уже все вывешено. И она говорит, ты знаешь, Оля, вот представь себе, вот эти две девочки, они были, которые вас победили, они были в конкурсе в Санкт-Петербурге и у Ирне Васильевне-Барсовой, и тоже получили там призывные места. О чем это говорят? Что действительно дети имеют очень хорошую подготовку, понимаете? То есть это вот как раз Андрейченко, да? Да, Андрей, и еще это. И еще один маленький вопрос. Точтите, вот из Иркутска, по-моему, я этого парня, если перелекел, так? Ну, кстати, мы говорим, да, мы говорим, да, мы говорим, да? Да, мы говорим. И вот как на фоне тех выступлений, Новосибирск, там, еще какие-то города, выглядит Красноярск? Красноярск выглядит достаточно сильно, стабильно. Да, конечно, да. Можно мне ответить на этот вопрос? Представители Красноярска земли. Мне, честно говоря, очень было обидно за город Красноярск, когда из Новосибирска, из Кемеровской области, люди приехали, потратив приличные деньги на гостиницу, на проезд. Естественно, здесь нужно было еще проживание оплатить. И люди не пожалели на это денег, приехали. А Красноярск, к моему сожалению, был представлен очень малым количеством участников в этот раз. И, наверное, к такому сожалению еще большему, что Красноярск был представлен намного слабее, чем город Новосибирск, Кемерово, Иркутская область, чем Омск, Челябинск. Это там все дети оттуда приехали и получили лауреатство, получили дипломы. Но Красноярск отличен дипломами, наверное, больше за участие среди ярких, среди красноярцев. Это для меня было большим разочарованием в нашем образовании, именно в детском. Вот, конечно, для меня было большим открытием, что дети умеют петь так классическую музыку. И дай Бог, чтобы вот сегодня на галоконцерте они все это продемонстрировали, как прекрасно они поют, как они чувствуют музыку, какие они артистичные в этой музыке, какие они музыкальные, как они глубоко понимают эту классическую музыку. И очень жаль, что в Красноярске эти корни утеряны. Как мы сегодня объяснили, что бывший министр нашей культуры, которая была министром, не буду назвать все фамилии, в школах совершенно упразднили классическое образование детей и всех убеждали в том, что никому это не надо, нужно сделать только эстраду. Вот этот конкурс показал. Я так благодарна, низкокланью с Ольгой Сосновской и Владимиром Ивановичем Рыбковскому, что они приехали с этим конкурсом в наш Красноярск и показали, как нужно заниматься детьми, как нужно любить детей. Не только на словах, а вот на деле, когда дети могут себя реализовать и показать свое творчество, мастерство. Я надеюсь, что все-таки вы нас будете навещать с вашим конкурсом. Я понимаю, что это очень дорого для вас, что это не очень удобно и очень далеко. И когда все на месте отлажено, и здесь приходилось все буквально по-новому, я наблюдала, сколько Владимиру Ивановичу потребовалось сил, энергии, и буквально, по-моему, вообще даже не спал всю эту неделю, столько сил на этот конкурс. Но я так благодарна, что вы приехали сюда и дали своим конкурсом возможность детям из Иркутска, из Челябинска, из Омска, из Новосибирска, из Кемерово, из Новокузнецка, всем здесь собраться, не лететь куда-то далеко, в Москву, когда это намного дороже. Они приехали сюда, в свой регион, в своем климате. Они выступили прекрасно. Мне кажется, это самое главное вот этого конкурса, не то, чтобы показать, что Красноярск ничего не может, и не состоявшееся сегодня по образованию детскому, а вот в том, что возможность была собрать детей из ближних и лежащих регионов. За это вам огромное спасибо. Ну, я хочу сказать, просто добавить, может быть, слова Двера Павловна, одна из причин, почему мы оказались здесь, в Красноярске, это была, условно, причина, проанализировав ситуацию, вот в восточной части нашей страны, подобных конкурсов, даже не только всероссийских, международного уровня, да, не проходят вот в этой части нашей страны. И очень многие участники вынуждены ехать, как вы отметили, да, в Москву, в Санкт-Петербург, в Европу, чтобы показать свои силы, чтобы поучиться друг у друга, обменяться опытом преподавания вокала, вокальной школы, чтобы все-таки ощутить свои возможности. А ведь, между прочим, город Красноярск и область, насколько мне известно, вот я сейчас изучил ситуацию здесь, достаточно много культурных мероприятий, а это значит, что площадка возможностей есть для самореализации. Но дать возможность молодым талантам проявить себя, поддержать их, как бы это сказать, знаете, как это официальным словом, да, выявить вот эти самые ростки и дальше уже повести их. Ведь вот замечательная академия, благодаря которой мы находимся здесь, спасибо Константину Александровичу Якобсуну, который принял нас здесь, который при первой нашей встрече задал мне конкретный вопрос, какой жанр вы представляете, сюси-пуси или что? Я говорю, нет, у нас чисто узкоспециализированный конкурс, академический вокал. И он сказал, в этом случае я вам помогу безоговорочно, и мы с ним все это время были в контакте. Вот он, к сожалению, сегодня улетел в Нижний Новгород, но вот эта встреча наша с ним была такой знаковой, и благодаря именно Якобсу Якобсу этот конкурс может быть и состоялся. Безусловно, я не могу еще не отметить музыкальную школу номер 8, директора школы Воронцова Людмилу Михайловну, которая тоже предложила свою площадку, на которой проходили конкурсные прослушивания. Замечательная педагогия, замечательная атмосфера, замечательные условия, школа красивая, хорошая, то есть все это позволило нам здесь побывать. Но я должен еще отметить, безусловно, что этот конкурс, ну, во-первых, подчеркну, некоммерциализированный, некоммерческий. Он не зарабатывает на вступительных взносах. Конкурс, который достаточно имеет большой бюджет, без спонсорской, без внешней поддержки, не мог бы состояться. И здесь, вы знаете, к сожалению, я тоже вот, наверное, я все-таки скажу это. Вы знаете, мне очень крайне удивительно, я сам бывший министр культуры Республики Коми. И меня крайне поросило отношение ко мне моих бывших коллег, министра культуры Красноярского края, начальника управления культуры города Красноярска, которые абсолютно равнодушно отнеслись к моему предложению просто быть соучастниками нашего мероприятия. Я не просил у них финансов, но, к большому сожалению, ну, в силу своей загруженности, я могу прекрасно понять, наверное, не состоялось. Нет. И благодаря только компании «Ванкорнефть» состоялось это мероприятие на этой земле. Понимаете, вот мы с коллегами отмечаем, что все-таки сегодня нельзя говорить о том, что коммерческие предприятия, они не несут социальную ответственность, они несут очень большую, серьезную социальную миссию. И именно коммерческие предприятия в большинстве своем поддерживают все культурные мероприятия. Я сейчас говорю о серьезном академическом жанре. И благодаря компании «Ванкорнефть» этот конкурс сегодня здесь. Компания «Ванкорнефть» – дочернее предприятие «Роснефть». С «Роснефтью» я сотрудничаю, мы сотрудничаем конкурс на протяжении уже 10 лет. И всегда компания «Роснефть» поддерживала подобные мероприятия. Можно говорить о таких же структурах, о таких же поддержках и других, коммерческих предприятиях. И здесь я просто низко планюю с тем, кто верит в нас, кто хочет поддерживать и кто дает средства, финансовую поддержку таким подобным мероприятиям. Еще раз подчеркну, не коммерческим. Я бы хотел передать слово нашему гостю, члену жюри, который приехал из далекого города Киева. Представляете, кто с другой точки европейской части нашей страны, страны СНГ представляет сегодня, Игорь Николаевич Барко, солистка национального проекта Украины. Помните, Юрий Николаевич, было времена, проводил бывшим талантом. В центре Литвии постоянно транслировали. Мы находили многих, которые стали известны артистами, неизвестны еще, то есть не буду кричать кем. Вы как-то относитесь к той категории, к тому, что проводил бывшие времена, а еще при Завельской области это Николай. Или вы совершенно никак не связаны? То есть у вас другие цели, другие задачи. Я считаю, что мы тоже находим таланты в разных шестях мира, даже скажем. Потому что наш конкурс международный не просто так. Для этого и куб. Да, да, конечно. И мы всегда отслеживаем дальнейший путь. Очень, у нас за 20 лет, простите, нашего существования, нашего конкурса, нам уже есть кем гордиться. У нас много очень заслуженных артистов, извините меня, да, солистов театров, студентов Московской, Санкт-Петербургской, Нижнегородской, Красноярской академии, понимаете? В прошлом году мальчик был грандом и получил. То есть Завельской академии Монцартеума в Завельскурге. Который будет профессиональными певцами. И представляет нашу страну в России. И просто так, это не те, которых мы там, допустим, даже отсеивали, а наши победители, лауреаты, которые сейчас и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и на сайте пишут слова благодарности за то, что мы помогли им состояться, понимаете? Что-то мы дали им какой-то толчок. У меня очень много пишут мне детей, которые просят дать рекомендательное письмо для поступления в консерваторию. Мы им всегда помогаем. Вы знаете, мне кажется, даже не сама целью сделать звезд, я просто смотрела на ребятишек, на тех, которые не победили в этом конкурсе. Но они приехали, поучаствовали. Мама вчера ко мне пришла на мастер-класс и говорит, ой, откуда-то с Дальнего Востока они приехали. Говорит, мы вот оттуда приехали. Вы, говорю, даже оттуда приехали? Потому что это же очень далеко. Она говорит, да, педагог не смогла. Но нам где-то там сказали, чтобы заниматься классической музыкой. И вот у нее горят глаза, и у ребенка там нет разочарования в том, что она не победила. Она так счастлива от того, что они приехали, познакомились с ребятишками, которые тоже поют эту музыку. Они пообщались с педагогами, поделились опытом. И дети настолько счастливы, что свои каникулы, они не просто там где-то проболтались на улицу, никому не нужны. Они приехали со своими родителями, со своими педагогами. Я считаю, это тоже очень сильно объединяет, скрепляет семью, когда у нас, мы не знаем, как восстановить семьи. Да, вот это вот благое мероприятие. И у детей у всех светятся глаза от того, что они поучаствовали вот в этом конкурсе. Я вчера... Мама из России была, да? Мама, да, это вот с Дальнего Востока они были. Так а все же ребятишки приехали с родителями. Из Азербайджана тоже почти все с родителями приехали. Это же объединяет детей. Это и мама, и мать, и преподаватель. Да, и приезжают родители, и педагоги приезжают. И никто не жалеет на это денег. Вот. Поэтому... Игорь Николаевич. Да, Игорь Николаевич. Да, как-то меня... Извините, дорогой Игорь. У меня просто это больное, когда это в Красноярском крае, и поэтому... Это не феминизм, потому что это произойдет. Лично Украина находится очень далеко. Но когда Владимир Иванович и Ольга Александровна, мои прекрасные, добрые друзья и соратники по сцене, прежде всего, дорогие мне люди сказали, что есть такой конкурс, дерзкий, классический, конечно, я с огромным удовольствием приехал сюда. И для себя, будучи на Украине, где поют очень много, где хорошо поют, я в Крымке научился тоже очень много. Первое, что действительно у меня не было, что участвовали дети из Красноярска и работники культуры, эти Красноярские дети, даже их, ваши дети местные, которые нужны были, чтобы они поддержали, какое-то внимание уделить, настроить. Никого с мастерства до сих пор не было. Отвечая на ваш вопрос, сегодняшний лист и сегодняшний, сегодняшний день, вот что страшно. Ладно, другие, даже если божану, других не это, но свои-то, свои прийти. Вручить диплом, вот что нужно на сегодняшний день, нужно было сказать два слова. Прийти кому-то из своих, вручить диплом хотя бы, хотя бы вручить диплом. Вот это вот мне непонятные вещи. Второе. Состоялся праздник. Праздник детского творчества. Обсуждения будут многие, но первым всегда тяжелым. Этот конкурс на вашей земле, где я тоже впервые в Сибири. Это первый конкурс вот такого сильного конкурса. Сильного. Первый. Дальше кто будет проводить? А я уверен, что этот конкурс долгий, долгое время не будет давать, скажем, покоя некоторым, я что не могу сказать, черновикам, назовем их. И очень хорошо, знаете, очень хорошо. Мы для того и приехали, для того, чтобы здесь немножко как-то сколыхнуть вот это вот все, потому что дети нуждаются в этом. И красноярские дети, и другие регионы, в Новокузнецке, в Новосибирске, в Новосибирске. Потрясающие дети, готовые, отвечая на ваш вопрос в отношении. Мы открыли действительно сегодня взрослый. Василий Соколов. Это будущая звезда. Будущая звезда. Прекрасно. 18 лет. Таким голосом. Это уникальный, уникальный парень, которого через пять лет мы будем, наверное, радоваться, что мы его первые открыли. И гордиться, конечно. Праздник состоялся и в детском конкурсе. Работа очень была тяжелая, потому что мир тоже представляет каждый лучший, почему не я. Вот, работа, но действительно я поддерживаю Ольгу Александровну, что мой сплоченный, единый организм. Я бы лично, лично я, еще ввел такой пункт. За давление на жюри отменять баллы перед аннулировым поступлением того или иного участия. У нас этого пункта не было. Но мы на сегодняшний день сумели убедить некоторых товарищей, которые были недовольны. Они довольны будут всегда. И сегодня все нормально. Поэтому контакты, где они пишут, смеются. Я получил мой диплом, а я получил второе. Это дети. Это дети. И здесь нет и не может быть обижден. Здесь все выдержали. Потому что все они слушали и учились один к другому. Понимаете? Это самое важное. А когда ты работаешь в классе, это и каждый день. Это не так видно. А вот когда ты выходишь и слушаешь других, когда ты одеваешь нарядный костюмчик и выходишь как артист, вот это то, что нужно ребенку, и ради чего он занимается музыкой до того, и после того уже с какими-то определенными умениями. Я очень благодарен о том, что нас прекрасно здесь приедет. Действительно, музыкальная школа. Я в плане сей директов, к сожалению, не помню. Удивительные люди. Удивительные. Если бы не они, я даже не знаю. Поддерживала. Вот в гостинице, где мы жили. Абсолютно вот те, которые мы общались каждый день до работы, как мы с этим все жили. Очень хорошие себе, я низко. В плане, если он за хлеб, то он за соль. Вот. И за это по приему. Думаю, что все-таки. Когда пройдет этот переоценок в Постоярске, что? Потому что некоторые, может, сейчас не понимают, но потом это все будет. Уверен. Потому что конкурс, о конкурсе будет еще говорить очень долго и долго. Это дети, это школы, это коллективы, это преподаватели. Они будут общаться еще очень много. Это уже, эта реакция просто пошла. Для себя могу сказать, очень такое приятное, что некоторые отвечали, особенно когда дети, знаете, украинские песни. Я их обожаю. Поэтому для меня это было удивительно приятно, слышать, когда русские девчонки, мальчишки говорили, украинские песни. И довольно хорошо поют, вы знаете, без ошибок. Вот. И это было счастье. Потому что это дети. Это, как говорил Володя, это абсолютно, это нужно любить. Вот каждый из нас старался передать эту любовь и поддержать каждого из участников. Потому что они же, для них каждое слово они доверяют им. Доверяют. И сегодняшний концерт, я надеюсь, что это будет взрыв для всего города, для преподавателя, потому что прошли лучше. Прошли лучше. И вот когда девочка поет две арии в 11 лет, труднейшие, которые не все сопрано поют в 20 с лишним, она поет своим голосом. Да, она не там пробивает эти люстры, но она поет их прекрасно и берет эти все ноты. Это просто чудо. Или когда поет этот Соколов, как я уже говорил, это прекрасно парень, удивительно. Или, что-то я скажу, национальные песни пела азербайджанская девочка. Просто мурашки идут, потому что этот национальный неповторимый колорит. Понимаете? Она привезла оттуда. И никто так уже не споет. Или ребята с ним, что я с Татьяна пел русскую песню. Понимаете, настолько победила музыка, музыка, и объединила ее величество музыка. Вот нас всем и этот праздник, который состоялся. Я хотела, знаете, что добавить? Что самое главное, наверное, то, что здесь действительно состоялся праздник и такая, какая-то своеобразная творческая лаборатория, в которой все остались выигрыш и дети, и взрослые, и члены жюри, и педагоги. Потому что мы все общались. У нас вчера проходили мастер-классы. У нас была встреча, открытый такой стол со всеми педагогами. Понимаете? Потому что сейчас очень мало, где можно чего получиться именно по детскому вокалу. И когда у людей уже есть опыты, они делятся. Ведь это, любое участие в конкурсе, это своеобразный скачок. Получил ты, уряд кто не получил. Ты сравнил силы, ты посмотрел, как нужно. Я по себе это знаю, я немало конкурсов сама объездила как участник. И особенно вот приятно, я хочу сказать, что приехал Татьяна Дмитриевна, у которой более 25-летний опыт работы с детьми. Которая знает это, не знаю. Которая делится своим опытом, да, с нами. И мы, в том числе, и я, и все наши члены жюри, мы приобрели огромный опыт, который нам еще, будем еще благодарить много-много лет. И вот слово хочу подоставить Татьяне Дмитриевне. Добрый день, дорогие друзья. Я, вы знаете, самое дорогое в жизни, что у каждого человека есть, у взрослых, это наши дети. И то, как мы к ним относимся в процессе их становления, зависит и вообще состояние страны. Я бы, может быть, это громко сказать, но на самом деле это так. То, сколько мы сил потратим на них, нам потом это воздастся. И то, что здесь, в Красноярске, прошел этот конкурс, как бы в совершенно другом городе, чем в родном городе, я хочу подчеркнуть, что была крестящая совершенно организация. Одно дело, когда ты у себя в городе, можно кому-то позвонить, что-то попросить, подсказать. А здесь, в другом городе, считай, что идеально прошла организация, имея на это право, потому что я знаю, что такое организовать конкурс. Я являюсь художественным руководителем конкурса имени вашего земляка, сибирца, Бориса Тимофеевича Штокова. У нас в 2014 году был четвертый конкурс. И я знаю не просто понаслышке, а что такое организовать большой конкурс. Действительно, конкурс получился большой. До детского конкурса 98 заявок. Это очень хороший результат. И мы были свидетелями, с каким трепетом, с какой ответственностью эти маленькие, абсолютно не умеющие еще что-то делать искусственно, как они органично выступали и показывали себя на этой сцене. И это, вы знаете, это настолько трогательно, потому что, еще раз повторюсь, нет ничего хорошее, чем наши дети. Я хочу, я не буду многословна, потому что замечательные слова были сказаны моими друзьями, членами Джюри и Владимира Ивановича, но хочу пожелать, чтобы вот в вашем городе, в Красноярске, в таком замечательном, я тоже в Красноярске первый раз, хотя в Сибири было много раз, состоялся, организовался и имел долгую жизнь. Именно детский конкурс, именно детский конкурс, потому что он нужен, и мы, Россия, которая богата так голосами, вот просто голосами, настоящими голосами, мы будем только восхищаться вот этой вот юностью, вот этим непосредственным отношением их к творчеству, к их будущей востребованности, потому что вот они сейчас выступают на таком уровне, потом они победуют, другие конкурсы будут выступать на более взрослых конкурсах, потом они будут учиться в специальных вузах, кто-то даже за границей уже может поехать учиться, кто-то в более крупные города, столичные города, и, конечно же, Россия на мировом уровне вокального искусства занимает абсолютно точно определенное место. Это здесь никто не может восходить. Поэтому я просто искренне желаю, чтобы конкурс у вас организовался, состоялся, и чтобы он имел долгую жизнь. Спасибо. Кто-то сказал, пока Россия поет, ее невозможно победить. Я хочу добавить, что у конкурса есть свой сайт vocal.rkomi.net, на котором выложены все видеозаписи конкурсных выступлений. То есть специально для того, чтобы участники из других городов, регионов, из других стран могли посмотреть, познакомиться, представить себе уровень нашего конкурса, уровень участников. Именно для этого в первую очередь в интернете выложены конкурсные выступления всех участников. Первый тур – все участники, второй тур – все прошедшие во второй тур. Более того, на сайте выложены и концерты открытия конкурса, это концерт членов жюри, и сегодняшнего закрытия конкурса. В 2012 году, в прошлом году мы первый раз такой эксперимент провели, видеозаписи 2012 года тоже есть, и это дает очень серьезный, хороший положительный результат в плане объективности конкурса. И поэтому, если члены жюри рассказывают о том, что иногда бывают какие-то вопросы, претензии, несогласия, недовольства по поводу результатов, в принципе, всегда можно посмотреть в интернете и сравнить. Ну, а тем более, мы все прекрасно понимаем, что сколько людей, столько мнений. Да, мы понимаем, что свой ребенок самый лучший, это понимание, это самое главное. И нам было так больно, когда мы из, допустим, ста человек нужно 50 отсеять, понимаете? Мы так не делали больше, пускай. Жалко всем было. Я знаете, что еще хотела сказать? Обидно то, что у нас есть существует специальная номинация за лучшее исполнение произведения композиторов Красноярского края. Да? И, к сожалению, мы не услышали ни одного произведения. Премия осталась не востребована. Премия осталась не востребована. Хотя вчера, когда у нас проходила здесь конференция, и выступала профессор, я не могу даже Петровна Алексеева, Наталья Петровна Алексеева выступала с докладом здесь, и как раз рассказывала о союзе композиторов Красноярского края. И это было с иллюстрациями. То есть мы слушали аудиозаписи прекрасных композиторов местных. Очень хорошие романсы. И даже Форостовский там приятел сполна, понимаете? И я подумала, боже мой, какая прекрасная музыка. Даже мне захотелось что-то из этого спеть, и я даже спросила, где можно найти эти ноты, понимаете? И вот не воспользоваться таким удивительным шансом, чтобы получить приз, так сказать, да, да, продемонстрировать. Поэтому я надеюсь, что вот если это позвучит где-то, дай бог, чтобы тогда в следующий раз будет проходить конкурс, чтобы все-таки как-то это... Это причина нерасторопности среди композиторов, или опять же, если это было с конкурсом? Вот я не знаю, какая причина, самая главная, что... Наверное, потому что, вы знаете, мы сколько проводили это на своей сцене, у нас есть обязательный, так сказать, приз, ну не обязательный приз, а как бы номинация приз за лучшее исполнение произведений композитора республики Коми. И нам звонили из Владимирского, из Пермской, из Олегова Зуева. Они даже пытались выучить это на коми-языке, но не только на русском. Мы выкладываем на сайте ноты наших композиторов, да, и знаете, это было действительно очень мило, и получали не наши, даже скорее, а приезжие, да? То есть это было... По крайней мере, когда я училась в консерватории, в Перезаводской консерватории, Союз композитор бела за нами, за вокалистами, и спойте моему произведению, и спойте, понимаете, и вот тут вот как-то. Я удивилась. Ну, для этого много объективных причин, очевидно, поэтому хотелось бы все-таки закончить нашу пресс-конференцию, заключительную конференцию по результатам, по итогам 12-го международного конкурса именно вокалистов на приз Ольги Сосновской в Красноярске на положительной ноте. Самое главное, самое главное, еще раз говорю, конкурс состоялся. Состоялся благодаря поддержке многих людей, их активному участию. Это в первую очередь Академия Музыки Театра, Музыкальная школа номер 8, благодаря нашим коллегам и друзьям из других школ города Красноярска, благодаря поддержке и участию наших коллег-телевизионщиков с фотокамерами. Я хочу огромное спасибо вам сказать, друзья, потому что мы с вами впервые увиделись весной этого года или, по-моему, даже в сентябре, и вы с таким удовольствием, я вижу, работали вместе с нами, хотя это было крайне тяжело, потому что на самом деле вы вместе членами жюри сидели от начала до конца. Это очень тяжелая работа. Спасибо вам огромное за работу, за содействие, за поддержку. Спасибо огромное еще раз Вангурнефти, потому что, еще раз говорю, вот без его участия, наверное, было крайне сложно нам сегодня создать свой достойный призовой фонд, который сегодня дети получили. Ведь гран-при конкурса 45 тысяч рублей. Это, в принципе, совершенно неплохая цифра для российского конкурса. Когда ребенок за свою победу получает не просто грамоту в рамочке, но еще и какую-то финансовую поддержку, на что он может себе купить какой-нибудь музыкальный, может быть, даже небольшой инструмент, просто хорошие ноты, просто красивую бабочку, или просто прийти домой и сказать с гордостью в своей школе или дома. Я заработал своим искусством академического пения. Это дорогого стоит. Поэтому спасибо огромное за поддержку многих-многих людей. Я надеюсь, что благодаря нашему присутствию сегодня здесь красноярцы создадут свой конкурс, которого здесь, к сожалению, очень много лет уже нет или не было вообще, я не могу точно сказать. Но если мы дадим какой-то толчок для того, чтобы у кого появилось какое-то желание острое и желание поддержать инициаторов создания своего конкурса на этой своей земле, я буду только, мы будем только очень-очень этому рады. Поэтому желаем красноярцам самое главное терпение, сибирского здоровья и, наверное, пожелать нашему жанру академического пения все-таки многие лета и оставаться всегда на высоте классического искусства и оставаться элитным искусством. потому что классика будет вечно. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Приглашаю вас на концерт. Спасибо. 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 Спасибо.